Здравствуйте, я Бобинов Григорий Вячеславович, активист профсоюза Действия и представитель фонда Рабочей Академии. У меня для вас хорошая новость. Это в городе Шимбай тот, что в башки сотрудники скорой помощи, члены профсоюза Действия, наконец-то выдвинули отличные требования по изменениям условий труда в лучшую сторону и о достойной оплате этих тяжелых условий, в которых находится сейчас вся скорая помощь страны. Сотрудники других станций скорой помощи, других 50 районов Башкирии, вы можете присоединиться к ребятам из Шимбайка и общим фронтом добиться улучшения условий труда и достойной оплаты во всей скорой помощи Башкирии. И данное внимание не прошло стороной. Его сразу заметили и осветили на башкирском телевидении, но осветили специфически. Я назвал это освещение парад лицемерия. Как сказано во многих репортажах, лучшие люди медицинского сообщества, все медицинское сообщество Башкирии осудило вот этих работников скорой помощи. Но, как мы понимаем, среди работников здравоохранения всегда находится 5 процентов, которых все устраивает, из-за которых, в принципе, вот такая ситуация и возникла. Много ли мало это 5 процентов? Да 5 процентов мы посчитали в рамках Башкирии. Это около двух с половиной тысяч человек. Это главные врачи, это заместители главных врачей, это главные медсестры, это старшие медсестры, это различные юристы, юрисконсульты, экономисты, помощники экономистов, которые все там устраивают. Лучшие люди города просят, чтобы вы убрались. Я никого не вижу. В прошлом году мы, знаешь, ого-го, мы сами все сами покажем. Все в один голос, все. А вы? А я не уеду. Не подчинитесь воле народа? Это не народ. Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города. Как один. Сами приехали, сами хотят с вами попрощаться. Да? Да. Медицинское сообщество республики называет действия сотрудников Ишимбайской районной больницы провокацией. Общественность республики осудила попытки профсоюза действия представителей медицинской общественности Башкортостана. Для того, чтобы дать полноценный отпор. Но нам всем надо сконсолидироваться. Не поддаваться на провокации в такой сложный период. И главная наша задача это объединиться. Но сейчас нам необходима крайняя мобилизация. Мобилизоваться полностью. Это в каком-то смысле дезертирство. Вот как на войне ты дезертировал. Патовая ситуация, при которой... Наши битвы с ковидом. Ситуация, которая на сегодня сложилась в нашем коллективе. Патовая. Очень хочется кому-то лодку раскачать. И не расшатывать обстановку. Я считаю, не время раскачивать лодку. Просто такими заявлениями проблема не решается. Еще раз говорю, их две с половиной тысячи человек. Они находятся очень близко к средствам массоинформации. Поэтому их голос раздается громче всех. Но давайте рассмотрим как раз то, что говорили вот эти вот представители медицинского сообщества. А выступление которых называется парад лицемерия. Итак, первый, на кого обратили внимание, это Рахматуллин Салават Ибрагимович. Вот доступная информация. Он и депутат государственного собрания. Башкирия и член фракции Единой России. И с 16-го года генеральный директор какого-то фармацевтического предприятия. А также, вот видите, главный врач Бирской ЦРБ. Сами понимаете, что на парад лицемерия надо выйти красиво. Поэтому мы нашего Салават Ибрагимовича украсим бирочками. На бирочках напишем то, что он обозначил в доходах. Вот у нас есть за восемнадцатый год. Доход за год 2 миллиона. Он обозначил 773 тысячи. У него также недвижимость почти 2000 метров. А это, если квартира, допустим, двухкомнатная по 50 квадратов, то это 40 двухкомнатных квартир. Ну и еще три машины. Итак, мы разместили вот эти красивые бирочки. Давайте, Салават Ибрагимович, вот все, что вы рассказываете. Вы рассказываете фельдшеру Шимбайской ЦРБ с окладом в 14 тысяч. Чтобы заработать вот эти 2 миллиона 773 тысяч, ему надо работать всю жизнь. Про квартиры 40 штук я вообще молчу. Начинайте. Мы тесно связаны друг с другом. Если проваливается какое-то одно из звеньев, то будет проваливаться вся система. Поэтому здесь фактически можно сказать, что подводят своих коллег, которые работают в других подразделениях, которые также нагружены. Да, и они нисколько не умаляют достоинства системы скорой медицинской помощи. И действительно, ребята там альтруисты, и действительно там люди хотят получать достойную зарплату, и у них есть семьи, и, конечно, о них нужно заботиться. И, конечно, проблемы есть в этом вопросе. Но сейчас нам необходима крайняя мобилизация, обсуждение, диалоговые вещи. Они должны в штатном режиме идти, взаимодействие с системой здравоохранения. Коллеги, если у нас будут выпадать в первую очередь будет страдать качество оказания медицинской помощи, что в окончательном формате скажется, серьезно скажется на качество оказания медицинской помощи населению. И, конечно, мы столкнемся с большой патовой ситуацией, при которой население не будет получать достойную качественную и медицинскую помощь и других подразделений. Если выпадет у нас фрагмент, связанный с оказанием скорой медицинской помощи. Я несколько раз прослушал, что говорит этот главный врач ЦРБ. Посмотрел в интернете, как он нормально выглядит. Вот, посмотрите, вот это вот он нормально выглядит, а это вот он дает интервью. Учитывая, что он там генеральный директор фармацевтической компании, мне кажется, что как раз на нем какие-то препараты испытывают. Видно, что он подсматривает постоянно в какую-то бумажку, но связанной речи не получается. Посмотрите, какую глубокомысленную мысль он задвинул. Будет страдать качество оказания медицинской помощи, что в окончательном формате скажется, серьезно скажется на качестве оказания медицинской помощи. Ну, основная мысль выступления этого лицемера на том, что, конечно, надо сотрудникам медицинской помощи заботиться о своих семьях, они у них есть, но продолжайте оставаться альтруистами и переходите в разряд волонтеров. А в целом выступление этого главного врача оставило удручающее впечатление, потому что, что он говорит, совершенно непонятно. Это главный врач районной больницы. Как его понимают подчиненные непонятно. Следующий у нас заведующий инфекционным госпиталем при 18 городской больнице города Уфы Дилара Шагиева. И главная наша задача это объединиться и провести все меры по лечению заболеваний новой коронавирусной инфекцией, ну и, конечно же, ее профилактировать. И мы все несем одну функцию, чтобы помочь людям, чтобы сохранить их жизни. Итак, Дилара предлагает нам всем объединиться, потому что, мол, у нас одна функция. Ну, во-первых, я хочу спросить, с кем вы там собираетесь объединяться? Меня вот волнует вот эта проблемная тема, когда вы в своей Башкирии непосредственно в вашей больнице перевели практически всех санитарок в уборщицы. Унижали вот этих людей, чтобы им не платить совершенно. И сейчас вы хотите с кем-то объединяться? Напоминаю, что в Башкирии унизили ни много ни мало 10 тысяч человек. Мало того, что их лишили именно звания медицинского работника, переведя их в статус уборщиц, так они еще и сократили вот этот вот оклад, от которого зависит в целом зарплата. Вот как сообщает Антон Орлов, это лидер профсоюза действий в Республике Башкирия. В 2020 году оклад младшего медицинского персонала составлял 8 296 рублей, а должностной оклад именно уборщиц служебных помещений составляет 4 329 рублей. Вот такая вот математика. Насчет функции скажу следующее. Если вы прочитаете свой профессиональный стандарт, чего вы не делали ни разу, как я понимаю, да, и не владеете современной информацией, то удивитесь, у вас там не одна функция, там очень много у вас функций. И насчет санитарок бы прочитали и выяснили, что функцию санитарок уборщицы выполнять не могут. Но вам же все равно, вам все равно до закона, все равно до профессиональных стандартов. Так что вы примыкаете к параду лицемеров, которые предлагают объединиться людям, которых вы унижали, унижаете и будете унижать в дальнейшем. Я в этом не сомневаюсь. Следующая в параде лицемерия участвует Утяшева Римма Амировна. Не поверите, депутат Государственной Думы. И здесь она говорит такие интересные слова, что мол, ну да, что-то там оптимизация прошла не очень, но сейчас мы здесь в Государственной Думе на ходу все исправляем. Ну, еще раз говорю, что на парад надо выходить красивыми, поэтому мы вот здесь вот повесим у нее над головой табличку. Ее доход составляет больше 4 миллионов рублей в год. И вот она это все будет доказывать фельдшеру по приему вызов, у которого оклад 14 тысяч рублей. Начинайте, Римма Амировна. Проведенная оптимизация, она какая-то вся эта мация, они, конечно, не все хорошее сделали. Это сами понимаете, которые проводили. Мы исправляем, просто на ходу исправляем. Сегодня очень хочу своим коллегам сказать, не надо слушать чужих. Очень хочется кому-то лодку раскачать. Это нехорошо. Это вот как на войне ты дезертировал. И это говорит человек, который, по информации Википедии, с 2008 года находится в верхних эшелонах власти. Это при ней система здравоохранения в Башкирии пришла к такому плачевному состоянию. Это при ней вот эти роддома отдавали в концессию, как в Саловате. И потом такой сильный профсоюз действия, медицинский есть такой межрегиональный профсоюз, приложил немало усилий, чтобы из этой концессии, а по-русски рабовладения, вытащить этот роддом вместе с сотрудниками. И сейчас она говорит, что не надо раскачивать лодку. Как в том анекдоте. Эй, вы там внизу не раскачивайте лодку, а то на верхней палубе шампанское проливается. Римма Амировна, вот здесь вот есть официальная статистика аж за восемнадцатый год. И вот смотрите, Приволжский федеральный округ, республика Башкортостан. Как вы видите, что физических лиц, основных работников, занятых в должности и работающих на СМП на 10 тысяч населения в республике Башкирия, меньше всего именно в Приволжском федеральном округе. Вы делите эту позицию вместе с Самарской областью, но в Самаре больше врачей. И здесь они выигрывают. Поэтому это ваших рук дело, Римма Амировна. Как вы видите ли, выцепили даже члены Государственной Думы, но не спросили ни одного рядового сотрудника. А следующий в параде лицемерия это Рауль Халфин и Гузель Мирошниченко. Они возглавляют профсоюзы. Первый возглавляет профсоюз здравоохранения фанапоэровский, а второй вообще все фанапоэровские профсоюзы Башкирии. А для информации, Рауль Халфин возглавлял главную больницу Уфы РКБ номер 2, которая считается самым элитным метаучреждением в республике, где лечат госслужащих категории А. Больница имеет лучшее оснащение, лучший ремонт, здесь нет большого потока пациентов и в целом все хорошо. Испытываешь испанский стыд, потому что эти деятели совершенно не знают, что такое трудовой спор и несут такую ахинею. То есть они осуждают людей, которые взяли, прочитали Трудовой кодекс Российской Федерации, особенно первые 40 статей. Они знают, что такое коллективный договор и как этого добиваться, что такое коллективное соглашение. И вот эти люди, которые должны в этом участвовать, обучать и все остальное, они упрекают непосредственно членов профсоюза действия, которые все делают по Трудовому кодексу Российской Федерации. Вот это удивление для вас, Гузель, Мирошниченко там. Также собрать крупный стол уже по выработке конкретных путей решений по проблемам скорой помощи. Там не все так просто, конечно, просто такими заявлениями проблема не решается. Вопросы надо решать комплексно и системно. К сожалению, за один день они не решатся. И касаются они не только станции скорой медицинской помощи и Шимбальской ЦРБ, а в целом системы здравоохранения. Но нам всем надо сконсолидироваться и не расшатывать обстановку, а решать все вопросы конструктивно за столом переговоров. Не надо раскачивать, опять же, хоть бы кто-то там, кто там составлял текст для всей этой общественности, но поменяли бы хотя бы слова-то. Все говорят как один одно и то же. Товарищи трудящиеся, присмотритесь к лидерам ваших профсоюзов, независимых как раз от вас. У вас два пути. Либо переизбрать вот это вот всех зажравшихся профсоюзных чиновников, либо выйти из профсоюза и непосредственно в здравоохранении есть свой профсоюз, профсоюз действия, у которого ясные цели и понятные планы. И мы выражаем интересы рядовых сотрудников. Следующий в параде лицемерия – Камиль Ганцев. Но еще раз повторюсь, на парад лицемерия надо выходить украшенным. Что мы ему напишем? Декларацию мы не нашли о доходах. Но зато выяснили, что папа у Камиля Ганцева Шамиль Ганцев – это тот человек, который барыжил медицинским оборудованием, занимался псевдонаукой и на данный момент является одним из богатейших людей именно Башкирии. Итак, мы вешаем планочку, что это сын одного из самых богатых людей Башкирии. Итак, Камиль Ганцев из семьи богатейшего человека Башкирии будет рассказывать своей побасенке водителю скорой помощи Ишимбайской ЦРБ, у которого оклад 5000 рублей. Давай, Камиль, валяй! Мы же знаем, что скорой помощи врачи сейчас на передовой, наши битвы с ковидом, и когда кто-то уходит, ну, немножко, как бы, это в каком-то смысле дезертирство. Поэтому, ну, мой призыв все-таки решить этот вопрос, не выходя на другие уровни, пообщаться с каким-то уровнем администрации. Я думаю, что все пойдут навстречу. А если хотите улучшить свое положение на рабочих местах, получать достойную зарплату за тяжелый труд, присоединяйтесь к акции профсоюза действия. Мы ждем остальные 40 районов республики Башкирии. Как вы видите, эти люди, которые ничего не меняли годами, не исправят ситуацию сейчас. Только собственной борьбой мы можем исправить ситуацию. Победа будет за нами. Ну и будьте здоровы. А пока, пока. Продолжение следует...